И следующая книга, которую я вам покажу Это тоже книга Театр, книга Раскладушка И она про Про Лондон Художница, которая нарисовала эту книгу Дженни Майзл Очень талантливо Сейчас сами все увидите Давайте откроем Первый разворот Вот такой Очень красивый Разворот Так Это книжечка Есть разные задания Идеально подходят для подростков, которые учат английский Так как здесь много интерактива Есть Разные загадки Факты интересные о Лондоне И Великобритании Такая культурно-посновательная книга На этом развороте Мы видим темпсу Где эти Элементы можно Я покажу, чтобы Эти элементы можно двигать Так Здесь раскладывается Вот это здание Это Альберт Холл И Самое замечательное, что Изнутри Мы тоже можем увидеть Концертный зал Да И эти здания тоже Здесь есть Важные Важные Подсказки Это Музей Естественных наук Так Это Виктория и Альберт Музей Музей науки Такой политехнической И это Супермаркет Супермаркет Универмаг Хэратс Следующий Разворот Так Здесь Нам Покажен Кайт-парк Это Королевский дворец Букингемский Здесь Многослой Здесь Можно Двигать Эти фигурки Где Здесь Тоже Что-то открывается Это Подземная Альметро Так Покажу Покажу Вам с другой стороны Покажу с другой стороны Балкон Балкон Здесь нам надо раскрыть Лондон Лондон Ай Это колесо обозрения Биг Бен Сейчас он до 2021 года на реконструкции Тоже Открываются Разные Книжечки Подсказки Информации Интересные Так Это Театр Шекспира Которым он работал 400 лет назад Тоже можем видеть Изнутри Как это сделано Очень качественная книга Я думаю У Подростка У ребенка Будет Способствовать Интересу Изучению Языка Это Музей Современного Искусства Дейт Матерн Здесь у нас забор Известного И вот Так Если мы откроем Так аккуратнее Это Сити В деловой центр Один из деловых центров И сзади, конечно же, много информации, которые можно почитать. Она короткая, но интересная. И вот этот разворот один из самых невероятных. Здесь все очень подвижное. Здесь даже такой парусник. Смотрите, как все продумано. Тауэрский мост. Здесь можно прочитать про него. Факт. Здравствуйте. Здесь у нас большой концертный зал. Браво, стадион О-2. Олимпийский парк. В 2012 году. Вон до него была Олимпиада. Так, складываю обратно. Вот такая книга. Очень рекомендую приобрести. Издательство Уолкер Букс. Очень качественно. Можете еще раз посмотреть на обложку. И есть еще последняя книга, которую я подобрала. для вас. Для вас. Вот так она выглядит. Это Алиса в стране чудес. Всем известная классика. Тут Уолкер Букс. Братец Кролик и Алиса, которым догонялись. К сожалению, эта книга из всех по печати наименее качественная. Вы сами их видите, но самое интересное для детей, я думаю, будет классно. Сначала потому что печать такая крупная, крупносердистая. Вот когда открываешь, появляется такой лес. Алиса. Братец Кролик. С этой стороны. Ну и такой пирог, на котором написано «Съешь меня». И бутылочка, на которой написано «Выпей меня». Здесь, конечно, идет история. Она упрощенная, поэтому для изучающих язык тоже подойдет. Вот здесь есть Алиса, которая плавает. Можете посмотреть. Тонет в слезах, если вы помните историю. С этой стороны тоже есть книжечка. Алиса. Если туда заглянуть, можно увидеть, что Алиса падает в кроличьей нору. Алиса. Следующий разворот. Это после того, как Алиса съела пирожок с надписью «Съешь меня». А вы бы съели пирожок. Такой. Алиса. Поэтому она стала большой. Очень большой. Вот здесь посмотрим, что. Разворота. Алиса. Тут есть такие интересные элементы. Аклографические. И животные, которые пушистые, они покрыты таким. Велюровым. Материалом. Не потеряла. Вот так. Он тоже очень жирский какой-то, тоже такой филюровый. Я большая поклонница Алисы в стране, что-то я смотрю. Тебе даже больше нравится сказка. Сказка очень философская на самом деле. Мне нравится та часть, которая про Алису в Зазеркале. Потом мы можем наблюдать чаепитие, шляпник и печать с двух сторон. Поэтому действительно 3D это. Зайчик с ушами и люра. Это, насколько я помню, картина о Алисе в Зазеркале. Уже разные элементы. Здесь такие жиростные элементы. Вау. Вау. левей. И последний разворот. вот карта вот карта ну что, как вам такие книги? у вас было что-то подобное в детстве? потому что я помню, у меня была одна книга такая книга театра но почему-то мне сложно вспомнить, про какую сказку она была мне кажется, это был сборник сказок коротеньких вот поэтому я так не помню конкретно но я ее обожала и могла часами рассматривать конечно, это зависит от темперамента вашего ребенка кто-то любит книги кто-то более непоседливый но в целом даже если ваши дети предпочитают какие-то спортивные игры хотя сейчас, конечно же очень многие хотят играть в телефонные игры в айпад книги могут быть таким отличным помощником переключать внимание и учиться более быть более сосредоточенным так какая вам книга больше всего понравилась с динозаврами да, она просто невероятно классная классная кстати, здесь тоже книжечка если мы открываем ребенок такие раскатывающиеся 3D модели если ребенок вот немного интересуется историей или любит любителей динозавров это я думаю самый лучший в патроне я в детстве хотела быть археологом потому что насмотрелась Discovery и меня завораживало как делают раскопки все аккуратненько надо и бережно со всем относиться на раскопках я какое-то время хотела быть археологом поэтому может быть такие книги да навят вашего ребенка может быть такие книги да навят вашего ребенка изучение истории если вы бы хотели заказать из этой же семьи какие-то другие издания как я уже говорила в самом начале наши вообще есть еще 4 книги и подобные труды мы можем для вас сделать это и ваш заказ придет доставкой из рук в руки вам домой так же есть вариант подарочной упаковки даже если вы не планируете это дарить к определенному празднику это будет все бесплатно упаковка у нас есть крафтовая бумаги из использования пластика такой большой здесь все названия на английском на английском и Если в эту книгу можно смотреть какой-то ребенок младшего возраста, конечно, надо для начала объяснить аккуратно. Можно открывать все элементы. Или можно даже по присмотрам показывать в итоге. Можно применять элементы игры для взаимодействия. Со всеми фигурками. Сейчас есть такие. Ископаемости. Все, конечно же, с объяснением. Если вы сами занимаетесь английским взаимодействием, то хорошо было бы читать с ним вслух. И потом обсуждать это или с преподавателем, если вы занимаетесь с тобой. У нас часто такие книги берут преподаватели. А те, которые дают частные уроки для того, чтобы учить какие-то новые слова. Конечно, вряд ли названия динозавра пригодятся. Но здесь много лексики, которые достаточно просто используются и в обученной жизни. Здесь объясняется, почему динозавры выверли. Ископаемости. А теперь, как раз это придавали. Так, здесь свершение. Покажу еще. Покажу еще. Кстати, я ранее говорила, что книг напечатанных в Великобритании нет. Вот, это книга про динозавра и книга про Лондон, которую я вам показала. Они напечатаны в Таиланде. Алиса в стране чудес напечатана в Китае. Только здесь более 35 таких раскладывающихся фигурок. Два художника работали, два мастера работали над этой книгой. Как раскрывается информация, как про известных динозавров, так и менее известные особи. Написано от пяти лет. Алиса в Китае. Мне кажется, да, семь лет около того. От семи лет было бы хорошо. Алиса в Китае. Есть еще три. Посмотрите. Есть еще три книги, как я уже говорила, про акулы морских монстров, про драконов и монстров. Мне кажется, это очень интересно. для детей и про мифологию. Это боги и герои. Вот такая книга. Мы можем сейчас оформить заказик. Если вы хотите какие-то дополнительные книги выбрать, то сделаем вам доставку домой. Завтра она уже будет у вас. Да, хорошо. Вы проходите на кассу вот туда. А я сейчас оформлю заказ. У нас электронная система. Поэтому вы только оплачиваете, оставляете свой адрес, номер телефона, любые контактные данные, которые вас попросит кассира. И все. Очень было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, книги принесут радость. Сделают ваших детей более любознательными. Приходите к нам еще. До свидания.